Спидвейный сезон в Балакове открылся яркой гонкой первого полуфинала личного чемпионата России. В отборочных заездах приняли участие 16 спортсменов из Балакова, Тольятти, Октябрьского и Владивостока. На трек выходили опытные гонщики Владимир Бородулин, Григорий Лагута, Арслан Файзулин. И рядом с ними молодые, подающие надежды ребята, которые еще только набираются опытов в спидвее. Мы видим, что спидвей развивается. Присутствуют новые спортсмены, новые команды. Ребята, я желаю вам быстрых стартов, замечательного финиша победного и пусть победит сильнейший. Погода в день гонок благоволила болельщикам. Не было дождя, ветра, поэтому холод не так сильно ощущался и трибуны заполнились быстро. Любители спидвея радовались открытию сезона, поддерживали любимую команду. Среди поклонников мотоспорта и заместитель генерального директора компании «Фосагра» Валерий Федоров. Он частенько приезжает в Балаково на спидвейные гонки, чтобы поболеть за турбину. Очень давно и, думаю, плодотворно работаем с замечательным коллективом, который называется «Турбина». Мы помогаем им, мы смотрим. Я убежден, что в каждом городе присутствие, а мы работаем в четырех областях, есть настоящие любители спидвея и настоящие болельщики турбины. В этот раз Валерий Федоров приехал не с пустыми руками. Ещё во время празднования юбилея турбины в прошлом году химики обещали Балаковским гонщикам подарить автобус, для того, чтобы они могли с комфортом ездить на соревнования. Компания «Фосагра» сдержала обещание, добавив к этому ещё и три мотоцикла. Круг почёта по треку и торжественная часть переходит в соревновательную. Первого заезда с нетерпением ждали и зрители, и сами гонщики. Старт дан, и рёв моторов наполнил стадион, дав выплеск самым ярким эмоциям. В каждом заезде шла борьба за очки. Гонщики показывали мастерство, выезжая на первые позиции и оттесняя соперников. Конечно, не обходилось и без падений. Несколько раз спортсменов исключали из заезда. Стоит Даниил Визгин, прихрабывает и управляется в закрытый парк. Ну что ж, аплодисменты. Как говорится, боевую бутылку. За гонкой наблюдал и российский блогер Георгий Белов, который ведёт канал «Чудо техники» и повидал на своём веку много интересных мотоциклов и автомобилей. Он специально приехал в Балаково, чтобы снять ролик о необычном мотоцикле, который участвует в «Жигулёвской миле» и изучить спидвейных железных коней. Я читал про эти мотоциклы. И на уровне теории я знаю, что это всё необычно, интересно, но уже будет первый раз в жизни вижу. Любая гоночная техника, она стоит из нюансов микроскопических. Там все эти детали, они, как правило, сокрыты от глаз досужей публики. Когда ты общаешь с человеком, который этим занимается, там открывается самое интересное. Это кладезь мелочей, каждый из которых много значит. И какие-то вещи, назначения которых ты в жизни сам не догадался. Как и техника, любая гонка тоже состоит из важных мелочей. Кто оказался проворнее на старте, кто проявил мастерство и обогнал соперников, кто смог удержать лидирующую позицию. Из этого и складывается победа. И за такие яркие моменты борьбы зрители и любят спидвей. Мы пришли всей семьей, мы так ждали, мы готовились. Специально отгул взяли на работу, что ж сегодня прийти. Спидвей – это суперс. Спидвей – это драйв. Спидвей – это один запах только что стоит. Такой адреналин просто немыслимый. Всех призываю – ходите на спидвей. Мы его очень любим. Восемь гонщиков, которые показали в этом полуфинале лучшие результаты, получили путевки в финал. Он пройдет в городе Октябрьске 14 сентября. От Балакова в нем примут участие Владимир Бородулин, Павел Лагута и Кирилл Лейман. Ну а их соперники определятся во втором полуфинале. Он состоится уже завтра, 16 мая в Тольятти. Там от нашего города выступят капитан турбины Илья Чалов, Александр Кайбушев и Владимир Богма.